Субтитры создавал DimaTorzok С очень веселым, кажется, характером Там чайки просто гигантские И они такие наглые, они прям с рук едят Это был город с огромным будущим Мы просто ходили и любовались тем, что происходит с нашим городом Какой он стал крутой Ну все Ну такое останется в памяти КОНЕЦ Привіт Это я, Маріуполь Кажуть, пришла весна Та я ее не побачу Ворог вибив мою очи Вікна Він понівочив моё тіло Бачишь, ці дірки в стінах Він б'є безупину Бо за ними хоче знайти мою душу Моих людей Та я закриваю їх, як можу Кажуть, що я фортеця От я і тримаюся Заради них За нескільки дні до офіціального начала войны Когда Россія начала полномасштабне вторження Рано утром я проснулась от странних звуков за окном Мне показалось, що це стройка Тому що, коли живеш рідом со стройкою Там все время що-то грюкає, бахає, падає Але звук був дуже ритмичний Я залезла в містні телеграм-каналі Группи мариупольські І поняла, що це обстріл со сторони так называемого ДНР То є по примерно восточному берегу Це частина Мариуполя Которая знаходиться в 15 По левому берегу Поселок Восточний Це частина Мариуполя, которая знаходиться В 15-20 км от центра Шли обстрілы со сторони так называемого ДНР І всі люди в Мариуполі знали о том, що це відбувається І відносились до цього з якимось таким Можна сказати, десь спокійством То є вони за все годи войны Привыкли, що з той сторони Постоянно йдуть якісь обстріл Можна збувається Точно що-то буде Але на той момент я не думав, що буде до такої степени Але я запасся всем, чим только можна Це зажигалки, свечки, вода, еда, яка не требує особых усилий, щоб її делать, готовить Батарейки, там, ще що-то Пауэрбанки Действительно, опыть 2014 року, коли в Донецці началось Це все мне где-то помог в чем-то Я думав, що я вже готов к любим вещам Як вияснилось, ваще нет 14-й год у нас в Донецці 22-й в Мариуполі Це две великі різниці В перші дні войны все казалось плюс-минус нормально Есть свет, інтернет, вода Все работает По городу даже ездили троллейбуси Я думала, господи, які героїческі водители троллейбусів Им-то що мешає, не їздить Але общественный транспорт там работав, всього не їздили Из-за того, що Мариуполь разбит на два берега Люди, які жили в центре, плохо понимали, що происходит на левому берегу І в поселке Восточний Це примерно 15 км від центра А їх тогда вже просто поливали із всіх видів артиллериї, які только можна було А люди в центре продолжали ходити в кафе, пити кофі І абсолютно не понимали, що цей конец світа, який йде з Востока, що він приближається І що ця лінія фронта, яка приближається І коли оттуда почали ехати переселенці, т.е. внутрі міста Люди, потерявши квартири, потерявши будинки, коли оттуда почали приїжджати десятки ранених в больниці То стало понятно, як все происходит Буквально за 4 дня Мариуполь оказався в окружині Ніхаких планов по поводу евакуації ніхто никому не говорив А потім, на 4-5 день вже, началось абсолютно во всіх районах міста І почало прилетати просто везде Просто везде хаотично, по жилым домам Не тільки по якій інфраструктурі міській, т.е. просто по жилым домам Сначала начались перебои со свєтом Тому що російські оккупанты почали конкретно бити по підстанціям Т.е. повреждає інфраструктуру електроснабження І в перші дні наші коммунальщики теж работали просто круглосуточно Пытались восстановити, тому що там в одному районі пропал свєт Восстановили, потім в другому пропал свєт Ну просто обстрелы усіливалися і усіливалися І просто було повреждено таке кількість інфраструктури, що свєт просто пропал Т.е. і вже нельзя було його восстановити, тому що це було і опасно І, якби, ні наші війні не могли обеспечити безпецість коммунальщикам Тому що російські все время обстреливали І саме страшне було, що пропало отоплення Тому що сначала у нас було достатньо тепло в перші дні війни А потім прийшло похолодання і доходило до минус 10 градусів Т.е. вплоть до того, що люди умирали і на вулицях, і у себе дому від переохлаждення І, естественно, коли полностью закрили кольцо і устроили блокаду Це теж якраз були, по-моєму, ці числа 4 та 5 Я можу німножко в датах путатись, тому що у мене все це слипалось в один громадний Такой комок, і емоціональний комок нервів і власпомінань І, в общем, в Мариуполь перестала поступати провізія В перших числах марта міст оказался заблокирован Русські не впускали туди гуманітарні грузи Не позволяли вывезти ни раненых, ни детей, ни беременных женщин Которым, ну, нужно было, например, рожать в клиниках или еще где-то Они никого не впускали, никого не выпускали И отказывались идти на переговоры В городе наступала самая настоящая гуманітарная катастрофа Люди готовили еду на кострах у себя во дворах Люди, я реально видела, как они охотятся на голубей И мужчина, который охотился на голубей, он сказал мне, что это для его собаки овчарки Потому что нечем кормить собаку Объяснить и представить, как жили люди в эти дни в Мариуполе и до сих пор живут Потому что там до сих пор находится больше ста тысяч человек Они еще не выехали Это сложно описать Его сравнивают с Алеппо, с блокадом Ленинградом Но ни один из этих городов так не поливали артиллерий То есть люди не жили под постоянными обстрелами На самом деле нельзя быть готовым к тому, что твой город лишится в один момент всего И жители города окажутся в каменном веке То есть без электричества, воды, отопления, продуктов питания, медицины Деньги в нашем мире тогда не стоили ничего То есть деньги это был ноль Работал натуральный обмен, скажем так Я вот менял У меня была водка дома Я ее не пью Я ее менял на сигареты Кто-то, я знаю, менял золото на 19-литровые бутылки воды То есть вода это была самая большая ценность Самая-самая большая ценность это была чистая вода Потом уже даже не чистая вода А жидкая вода это была самая большая ценность Мы сливали воду с батарей Мы умные люди, мы знаем, что ее нельзя пить Но если тебе больше нечего пить, ты будешь ее пить Когда закончилась вода, да? Дождевая пойдет Вот так вот На 8 марта выпал снег Так женщины радовались этому снегу Это был лучший подарок для них Потому что все повыскакивали и начали собирать снег Растапливать на кострах Чтобы была хоть какая-то вода Потому что воды вообще не было Особенно если техническую еще ладно Там когда дождик А питьевой вообще не было воды Вот между Арсипенко улицей, между частным сектором И между спальными районами Мужик привозил воду Мужчина какой-то привозил воду Он такая большая белая бочка Я сначала решила, что этот мужчина он возит воду Потому что, ну, кто-то из, может быть, ну Что это власть, как бы городская власть Она заботится Потом, как оказалось, этот мужчина сам приезжал в водоканал Может быть, он даже какой-то работник был в водоканал Там еще была вода Набирал в эту бочку Привозил вот сюда, к нам И люди стояли с бутылями Он им наливал И люди занимали очередь там Или с 10 или с 11 Он приезжал к часу где-то Там было по 300, ну, очень много людей было И под обстрелами, под всем он просто привозил людям воду Ну, то есть просто возил, просто им помогал Очередь за водой Очередь за водой Чтобы приготовить еду Это был достаточно трудоемский процесс Это надо было собирать дров Сходить за водой, все это под постоянными обстрелами То есть ложились снаряды просто рядом И в очередях там, где люди стояли к кренечках В очередях к источникам, где люди набирали воду Тоже было стоять опасно Потому что несколько раз прилетало По скоплениям людей и люди умирали На тот момент у нас еще работал Единственный в городе супермаркет, который до последнего Продавал людям еду Ту очередь обстреливали То есть очереди за водой обстреливали То есть, ну, это конечно было Очень страшно, но люди все равно выживали Все равно им нужно было Выходить в город и человек мог пойти за водой И не вернуться Было опасно, потому что я серьезно говорю, у меня брат погиб Он пошел за водой в своем же районе И в него попал снаряд И все его разорвало Он просто пошел за водой То есть далеко старались не ходить Потому что нужно было сразу куда-то бежать и прятаться Потому что обстрелы были очень частые Но я не знаю, как каждые полчаса может быть А потом уже 14-15 перед нашим отъездом Они вообще не прекращались Было ощущение, что просто лупят И все, не прекращаются Никогда не прекратятся Некоторые люди даже набирали в лужах воду Я знаю, в дворах Они делали вот эти импровизированные фильтры Проливали эту воду через эти фильтры У многих не вставала еды И они были вынуждены Допустим Я сам владелец собаки Употребить в пищу своего домашнего питомца А кто-то вообще остался под завалами И этих спасателей то не было Техники нет Бензина нет И они там позадыхались Это только когда откроют город Мариуполь Это только тогда можно будет вообще понять Масштаб этой трагедии, которая там происходит Люди под обстрелами ходили в разбитое здание Искали мебель Искали старые окна с деревянными рамами Искали все, что только можно Люди выносили мебель из своих домов тоже И вот распаливали огонь вот этой мебелью То есть там, где более-менее сухое И подкидывали туда вот эти вот мокрые дрова Они просыхали постепенно Это было очень много дыма То есть в каждом дворе шел дым По одному дымку, по два, по три Я знаю жуткие вещи Мне рассказывали ребята, которые выезжали уже оттуда сейчас У них мальчик, сын, ему 10 лет У него был там друг, ему тоже 10 лет Они с ним общались, дружили Там очень важно деткам было веселиться хотя бы как-то Чтобы дети не сошли с ума Они вот как-то смеялись, прыгали при всем этом И мама этого мальчика Она пошла вместе с другим мужчиной Готовить еду для всех жителей Убежища, то есть у них там было распределено Что в этот день вот эти делают еду В этот день те, в этот день те И мама готовила еду, это был день или утро даже И по словам вот ребят этих Минометный обстрел Маму разорвало А на части прямо там И мальчику не рассказывает никто до сих пор, что мамы нет Мальчику сказали, что маму ранило Ее увезли лечить И никто вот не может решиться сообщить мальчику, что мамы нет И он просит каждый день всех жителей убежища Отвезти его к маме А там что-то ей дать Они пришли меня звольняти Так кажут враги, которые катуют меня Та я сильный У меня сталевый характер Загартованный домами Шкода, что сталь То не броня Та я тримаюсь Подалеку от нашего волонтерского центра Обстреляли двор, в котором готовили еду Женщины, дети, подростки Ну то есть стояли, кашеварили Просто на открытом огне Их обстреляли И мы находились ближе всех И побежали туда, чтобы помогать разбирать завалы И оказать какую-то помощь медицинскую Потому что очень важно быстро Оказать первую медицинскую помощь Если, например, там человеку оторвало ногу Или руку Ну это вопрос секунд Даже там не минут Да, ну Потому, конечно же, мы туда просто Стремглав побежали И когда мы зашли во двор Первое, что я увидела Тело мальчика Лет, наверное, одиннадцати Он уже лежал на земле И его лицо уже приобретало какую-то такую восковую бледность Я наклонилась, чтобы пощупать пульс И ребенок был теплый И прямо горячий Словно еще живой Но он уже был мертвый И он лежал прямо на проезжей части Во двор начали заезжать машины Полиции и спасателей В них начали грузить раненых А мой коллега Волонтер Он сам спасатель Он совсем еще юный парень Я думаю ему, не знаю Около, наверное, двадцати двух лет И он взял этого мальчика Чтобы убрать его с проезжей части Чтобы на него не наехали машины Которые просто ездили по двору Собирали раненых Чтобы они не переехали телом И он его вот так вот взял Как живого И переложил на тротуар И я подумала Какой это ужас Что вот один, казалось бы Еще совсем мальчишка Несет тело другого мальчишки И что Я в тот же момент Я подумала, что будет дальше И к нам подошел пожилой мужчина И спросил Что вы делаете Куда вы его забираете Я поняла, что это был его дедушка Он спросил Этот дедушка спросил у меня Что мне делать Он был совершенно растерян И я сказала, что Внука надо хоронить А он говорит А как я его буду хоронить У меня же даже лопаты нет И На тот момент я не задумалась Об этой истории И не задумалась Об этой трагедии И осмысливаю ее уже потом На тот момент я думала о том Что мы должны побежать По всему дому По всем этажам И посмотреть нет ли людей Которые там возможно лежат без сознания И просто не могут позвать на помощь А они ранены, например И мы побежали с моими коллегами В подъезд Поднялись на лестничный пролет И увидели, что возле окна На столе сидит мужчина С рассеченной губой А другой мужчина В сорочке Джемпере Седоватый Зашивает ему эту губу Он повернулся к нам И сказал Здравствуйте Меня зовут Эдуард Иванович У вас есть перевязочный материал? У нас был перевязочный материал Стерильные бинты Ну полная аптечка с собой была Мы ему все отдали Оказалось, что это хирург-стоматолог Который живет в этом доме И на первом этаже У него была практика А когда началась война То он забрал оттуда все Что у него было по медицинской части И начал просто сам ходить И оказывать людям помощь Когда она была нужна То есть он умел зашивать Он хирург-стоматолог И он сидел зашивал губу этому парню И когда мы ему отдали бинты Вот это вот все, что он просил Он к нему повернулся и говорит Так, а теперь, миленький мой Мы будем зашивать тебе язык Это был ад Это очень страшно Потому что И каждую ночь Уже начались с 4-5 числа Авиаудары И как по расписанию 4-5 утра Мы даже заводили себе будильник Мы просыпались И выходили в коридор Из комнат Чтобы сидели в коридоре И мы сидим с детьми, с животными Ну, темень, ничего ж И мы слышим, летит самолет И, наверное, все там просим Вселенную, Бога, ну, кто есть Чтобы это не в наш дом было Хотя мы понимаем, что Ну вот летит, над нами летит смерть И куда она сейчас попадет, мы не знаем И с каждым днем Количество этих авиаударов Становилось все больше и больше Если первый раз там это было Две бомбы он сбросил Ну, оно уже слышно уже Потом это доходило 4, 6, 8 Становилось хуже и хуже Уже мы видели, как прилетало в соседний дом Как загорелся девятый этаж А в этой квартире находилось 6 детей 6 детей и 2 взрослых И, ну, как говорили, что там не удалось спасти всех детей Мы стоим с мужем, ну, ночью мы видим, как горит эта квартира Ну, ни пожарных, ни скорых И мы просто, ну, мы ничего не можем сделать И, ну, просто стоим и смотрим, как горит девятый этаж соседнего дома С 4-го числа, то есть по 20-е мы проживали в подвале С женой, с двумя детьми Каждый день все больше и больше людей спускалось Жизнь в подвале с двумя детьми, это, конечно, ужас Тем более подвалы, ну, не приспособлены Наш дом наполовину сгорел У нас было попадание зажигательной мины Как говорила русская пропаганда, что мы там будем освобождать С зажигательными боеприпасами вы будете освобождать То есть реально очень много сгоревших домов То есть дом, даже если он не разрушен В него попал зажигательный снаряд и он просто выгорел Дома как факел стоят, вот черная девятиэтажка полностью То есть там ничего живого, ну 15 марта ночью уже мы услышали очень страшные звуки Почему мы даже, собственно, и решили уезжать любой ценой Пусть мы даже бы погибли, да Страшные звуки непонятные какие-то Такие вот, а все переворачивалось внутри Потому что это был такой звук мощный, очень сильный Я думала, что, наверное, вот уже нет нашего района Остался, может быть, один наш дом почему-то Ну, я не знаю по какой причине, может быть, потому что Ну, случайно остался Я думаю, что я выйду, да, допустим И увижу там просто, ну, пустоту вообще, все Я, в принципе, примерно то же самое и увидела, что думала Ну, там еще стояли какие-то дома поврежденные Ну, то есть, вот Я не понимала, что это за звук Я по звукам немножко уже отличала, что летит Нам потом люди рассказали, мы на Белсарайку сначала приехали Что из... Что, короче, с моря стреляли российские корабли по городу То есть, они стреляли нас с земли Они на нас стреляли артиллерией, да Они на нас стреляли с воздуха И они решили, что осталось нас еще и с моря, ну, пострелять Видимо, ну, я не знаю, они для чего делали это, я не знаю Но они просто тупо стреляли по нам из всех видов оружия Стреляли и все Им было пофиг, что там сидят, что это, что там сидят люди Им было пофиг, что там дети, они просто нас убивали То есть, они нас убивали целенаправленно На улицах люди ходили, боялись, но ходили Было людей безумно мало, ну, было очень страшно Безумно Мы попали под авиаудар, получается, мы с друзьями ходили проведывать родителей, да, каждый своих И в один из дней мы шли, проведывали родителей И на обратном пути был авиаудар, и был авиаудар в бомбоубежище Там, где находились люди, а мы были недалеко от него Ну, волной нас откинуло, мы упали К сожалению, наш друг погиб Просто, молниеносно, в одну секунду А еще один друг получил ранение И мы, к сожалению, не смогли не забрать нашего друга ничего Ты приходишь домой, а дома нас ждет его жена, его ребенок, его мама 80 лет, его сестра, племянник И, ну, сказать истерика, это была не истерика Это просто у людей разрушился мир Кажут, что я символ, символ борьбы На моих улицах життя борется с смертью Мои захисники назлавнее А у вас смерть все частейше промагает 13-го или 14-го числа Вот я все-таки больше склоняюсь, что 14-го марта, а не 13-го Я пошел к дочке Была вот такая вот хорошая солнечная погода Пришел, мы с ней поговорили Взял внучку, Маргаритку, ей 10 лет И мы пошли на улицу прогуляться Вот, вышли на улицу И тут слышим, работают минометы Так, бак-бак-бак-бак-бак-бак Видать, Васильки 82-е Вот, я говорю, я, наверное, пойду домой Потому что сейчас будут прилеты А вы быстренько тоже уходите Перебежала проспект строителя Потому что уже в то время было небезопасно Ходить по открытым пространствам И мы все ходили под домами Перебежал, забежал Уже газа не было в это время Забежал во двор С пяти хаток, с пятиэтажных домов И так спокойно уже иду на расслабоне И вспышка с правой стороны Вот боковым зрением увидел, сразу упал Вот, поднимая голову Бежит парень В первый подъезд Я за ним забегаю Забежал, там стояли три женщины И бабушка стояла С котелком водички, с кастрюлькой Ее все ругали Зачем ты побежала? Тут обстрел начался Она говорит, а как же я чай буду пить? И тут следующий прилет В подъезд врывается Через раскрытые, разбитые окна Грязь, пыль, шум В общем, мы все попадали Потом, через какое-то время Выглянули через дверь Рядом стоял в торце дом На второй этаж В балкон влетел снаряд Вот И я так посмотрел Думаю, что-то так ссыкотно стало, честно Думаю, надо отсюда уходить Видать, пристрелялись И хрен знает, насколько я здесь задержусь И я что-то выскочил Сразу за угол дома А там у нас вторая гимназия И тоже такая открытая площадка Перебежал ее И уже Спустился во двор Уже недалеко от своего двора Иду И мужчина Говорит Бабушки зовет Говорит Идите быстрее в подвал Потому что в шестом доме Человека убило А я там живу А в нашем доме В моем подъезде Первом Ребята сделали Около подъезда У входа Вырыли яму Сделали как бы мангал Для того, чтобы готовить Кушать Он большой был Чтобы можно было поставить 5-6 кастрюлек Вот И на случай обстрела Можно было сразу спрятаться Забежать в подъезд Вот И я иду так смотрю Еще вот Вот только зашел Первый край дома У нас 4 подъезда И смотрю Что-то не то Ну Разрушения какие-то Подошел Около Подъезда 4 трупа Сергей Макс Володя И на лавочке Лежит еще один Вот Рядом В полуторых метрах Воронка Я переступил Забежал к себе домой Передохнул Выдохнул Так Фух Зашел в зал У меня клетка стоит С попугаем Баламута И тут Как шарахнет Стекла на меня Я выскакаю в коридор Спрятался там И слышу так Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук Думаю, наверное, баламуту звезда пришла Выглядываю А это часы разбились И стрелка застряла А он сидит в клетке Тихо Я его быстро с собой Вот Ну вот Вот так вот У меня появились 4 трупа Около подъезда Наши соседи, да? Да Наши соседи Это Макс, ему 28 лет Он все Он перед войной Снял Сделал ремонт в квартире Подо мной они жили Со Светланой У него была хорошая зарплата И они мечтали, как после войны заживут И он будет снова строить свою дальнейшую жизнь И когда его убило, Света так кричала, мы думали, она с ума сойдет Люди теряли квартиры, теряли дома И во многих домах не было убежищ под землей И людям нужно было где-то жить Потому они стали собираться в городских общественных зданиях Которые могли принять большое количество людей В которых были убежища Минуточку внимания Я знаю, что ни у кого из вас нет связи Меня зовут Евгений Тузов Я Здесь меня знают как Жека-тренер Я комендант Получается вот этих вот Несколько тех убежищ, которые мы сформировали Мы такие же жители, как и вы Спортзал это был самый большой у нас в Мариуполе Огромный И он был оборудован Отлично Но применялось все И там грушами закладывались Мешками для бокса Закладывались окна Потому что Когда Здание само по себе хорошее Это терраспорт Внизу много Там очень много помещений в подвале Они оборудованы под спортзал Там маты лежат Это поэтому способствовало Потому что было хорошо и удобно там спать Там сухо было Ну так сказать Плюс-минус комфортно У нас здесь Здесь Сформировано Чисто для мирных жителей Женщин Детей Практически то Ну я не знаю В районе наверное Пяти тысяч Или четырех Я точно не знаю количество Но вот эти вот убежища Может быть Мы стараемся помогать всем Это было начало марта Потому что связь пропала с городом 2 марта Вот И Ну На самом деле Все Начали осознавать Когда Начали видеть Как горят дома Вот Когда залетали снаряды В нижние этажи И дом вот так вот Снизу доверху выгорал У нас на бульваре Шевченко 357 Это расстояние Ну где-то порядка двух-трех километров До терраспорта Раненые люди Сын Мать в шоке И раненый отец Ну прибежали наверное Не знаю За несколько минут Вот Не знаю там Усейн Болт Который олимпийский чемпион Пробежал бы эту дистанцию Так быстро Вот Они прибежали Осколки с них доставали У нас лазарет был там Доктор Ну как Такого серьезного конечно Мы ничего не могли Потому что ни шовного материала Нету ни приспособления Но По мере возможности Оказывали Медицинскую помощь Оказывали Вот И Соответственно разрасталась Ну и мы понимаем Что наше помещение Ну это как это Сказка Рукавичка Да по моему Или варежка Даже то что Люди Сидят Друг у друга На головах Они дышат Там проветрить это невозможно Потому что электричества нет Антисанитария Постоянно девочки эти мыли Все это убиралось Вот С туалетом проблема Представьте сколько людей А А Когда идут минометные Там это Или допустим Начинается Ночь И мы никого стараемся Не выпускать на улицу Вот Потому что там Непонятно что может происходить Можно часами рассказывать За детское питание Как эти Прибегали люди Как они просили Как у многих женщин Молоко Пропадало Вот Как одна пришла Там головой об стенку билась Дайте мне детского питания У нас у самих детей куча И вот стоишь и думаешь Блин А у этих забрать Этой отдать Или как Вот как быть И вот Ну Подобного рода Такие тяжелые решения А ты понимаешь Ну оно ниоткуда больше не возьмется Его никто не привезет Ну вот И Ну Блин Уже там Девочки старались Как-то переводить Там У кого Были вот Кормящие мамы Я не разрешал им подниматься наверх Чтобы у них не пропало молоко Вот Потому что это Как стратегический был запас Вплоть до такого думали Конечно Что На свете Что Были потеряны Дети Ведь Ведь Так В глубину Это Четыре этажа То есть Я даже не представляю Что же там Задура легла Там Вырыла Котлован Так вот Был пожар Вот И А мне говорят И подходит Дед такой Начинает садиться На Этот стул Прямо как раз На эту куртку А у меня мысль вообще другая Думаю Что дед садиться на куртку Я подхожу под руку А ну подожди Говорю бай Только куртки Смотрю Что-то зашевелилось Потом я думаю Там что же мне сказали ребенок Какой ребенок Я смотрю А там вот Ну вот такой вот Чумазый весь В саже Короче Его сразу отнесли Вот этим вот Нашим девочкам Которые там кормящие Они его там вымыли Вычухали Одежду ему нашли Там вот эти всякие Я не знаю там Ползунки Как оно там правильно Шапочки вот эти вот Все Кормила она его сиськой А через два дня Малому поплохело И у нас был этот Педиатр Он говорит Ребята Ну мы общались Прямо и конкретно Вот Говорит Готовьте коробку для обуви Если не отвезти В больницу Мы тут ничего не сможем сделать Надо в больницу У него там как-то То ли ожог был То ли Ну я не Точно уже не помню Ну что вы думаете Саня Шаг вперед Ликероводочный завод Два человека я Вот Говорит Ну за такое Говорит Дело Говорит Не то что мина Говорит Меня говорит Сука никакая ракета даже не попадет Говорит Быстрее пули Промчу Мы Говорит Приехали туда Отдаем ребенка А там в ожоговом Лежит женщина По тому же адресу Ее оттуда привезли Десять дней назад рожавшая И нашелся Вот так вот нашелся ребенок и мама Третья больница Мариуполь А вот Говорит Что есть Тут Что и наставлять Давай Арт-обстрел Ротдом Детский корпус Идиатрия Это Еще один корпус И роддом Выше 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 Поднимите Выше 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 Машины Выдроны Все Подносим Смотрите Подносим Смотрите Смотрите Аккуратно Вода Выдърите С Murray С Мф Выдрите Утро Это уничтожение, потому что когда, я не помню, какого числа скинули бомбы на гормальницу, я был дома, и такой грохот был, один, потом второй, все как затряслось, и у меня балкон был закрытый, и дверь вырвало. Я спустился вниз, а там уже стояли соседи, я говорю, а что это такое? Говорят, да это на горбольнице что-то бабахнуло. Думаю, пойду поснимаю. Пошел на свою голову. Оно громко было, во-первых, а во-вторых, когда я туда подходил, там был настоящий Армагеддон. Вы знаете, такой сгусток черной энергии, стекла все разбитые. Больница у нас перед этим третья, там был сделан капитальный ремонт по евростандарту, она была такая яркая, вот, в таких ярких цветах, и внутри было все красиво. И вдруг этого всего не стало. Люди, есть он? А недалеко шел бой, при том шел очень громкий бой, там работало и стрелковое оружие, и БМПшки стреляли, и пушки. Вот, и я обошел на проспект Мира, а там деревья у нас стояли большие, и их как срезало пилой. Вот они все лежали внизу, и шла женщина навстречу. Я подхожу, говорю, а что там дальше? Она говорит, не ходите, там одни трупы. Рядом с нами жила семья, ну, соседний дом. И девочка беременная, у нее схватки, муж ее везет в роддом, договариваются, ему говорят, через два часа все будет хорошо, приедьте, привезите только кипяток. Он приезжает домой, берет кипяток и едет обратно. Ну, как бы мы же вот выходили, общались там, ну, что там в городе, ну, как это, ребята, приеду все расскажу, там, что узнаю, приеду все расскажу. Мы его ждем, он приезжает, он выходит белый абсолютно из машины, мы, ну что, ну как, ну как там, жена родила, кто там у тебя, говори. Он говорит, я вам сейчас ничего не скажу, дайте мне выпить. Он заходит домой, берет бутылку водки, выходит, выпивает, наверное, полбутылки водки просто залпом и рассказывает о том, что подъезжая к роддому, был авиаудар. Его откинуло, ну, с машиной, но он остался жив. Он бежит туда, жена успела родить, то есть жена родила, но ее очень сильно посекло осколками. А врачи просто бегали, кричали, помогите, хоть кто-то помогите. И он лично на руках выносил девочку, роженицу, которая не родила, не успела родить. Ей оторвало ногу, и она просто, когда он ее выносил, она умерла у него на руках. И как бы он это все видел, и когда рассказывал, это было жутко. Сейчас пойду еще поселю одну семью вместе. Вот здесь у нас собираются люди для выдачи питания. В первую очередь мы детям, женщинам, старикам, а потом уже мужики. Ну, кто поест, кому достанется, останется. Я еще и была в драмтеатре несколько раз, потому что это был огромный шелтер, там жило около двух тысяч человек. И просто, ну, это было... Люди спят на картонках, кто-то укрыт пледом, собаки, дети, взрослые, все в перемешку, холодно, сыро, темно, ужасный запах. Ну, понятное дело, потому что воды нет, кто-то плачет, какие-то, ну, там, крики, стоны. Кто-то ранен, еще. Ну, атмосфера очень угнетающая. Там, ну, там просто ужасно было физически находиться. То есть заходишь туда и становится физически плохо от того, что ты видишь это количество людей, которым тоже плохо. И вот, знаете, там какая-то вот такая волна, атмосфера боли. Заходишь и погружаешься в нее, и прям вот кожей ее чувствуешь. Хочется оттуда побыстрее выбежать на улицу. Пусть даже там под обстрел или еще куда-то, но там не находиться, потому что вот очень-очень плохо. И все эти температуры 39, у многих, у многих. Я не знаю, что мне делать. Меня все-таки вот драмтеатр немного спас в чем, что мы, у нас не было забот, что нам кушать. Нас кормили. Два раза в день, но нас кормили. Всегда был как бы чай. Крыша над головой была. Мы думали, что это самое безопасное место. Почему? Потому что возле драмтеатра было написано крупными, большими буквами, дети, белым мелом. То есть с высоты, наверное, птичьего полета это было все видно. С 15 на 16 число мы всю ночь не спали, потому что всю ночь летала авиация. Мы только ляжем, слышим авиацию. Мы быстренько собираем детей, выскакиваем в коридор, сядем, сидим. Опять, только опять пошли, авиации нету. Мы опять раз заскочили, опять выскочили. Заскочили, выскочили. Вот так вот всю ночь было. А сосед, который погиб, он как раз проходил и говорит, а что вы сидите в коридоре? Мы говорим, да, вот так и так авиация, мы как бы переживаем. Утром он, значит, подходит и говорит, я там договорился, давайте вас переведем в подвал. И мы, значит, грузим все свои вещи, у кого там что есть, перетаскиваем постельное белье и уходим в подвал. И в это время, не понимаем что, раздается взрыв. И все, посыпалось. Часть какая-то, ну, она небольшая как бы плита, она упала, и мне ногу немного, ну, как поцарапало. Пыль поднялась, мы все стоим белые, грязные. Паника, стали кто-то там кричать. Я, значит, телефоны нам там заряжали, у нас как бы у всех телефоны работали. Я включила телефон, стала светить, и по направлению выхода мы стали выходить. Ракета попала прямо в центр драмтеатра. Сейчас люди пытаются эвакуироваться. Вот когда мы стали выходить, зрелище было ужасное. Завалило где-то лестницы, где-то что-то, люди кричат, люди все белые, никто ничего не поймем. И я говорю, что случилось? Я не могу понять, что случилось. И какой-то мужчина мне говорит, что скинули бомбу на купол. Мы идем, развалившиеся там стены, вот так вот завалило людей. Лежит парень, пол лица видно, пол лица нет. Вот так вот рука торчит, женщина бьется, кричит. Мы заходим в фойе, еле-еле вот через вот эти вот все плиты перелазим, заходим в фойе. А фойе – это главный вход драмтеатра. Он как бы не нарушен. Единственное, что у него вылетели двери входные. И там, где была гардеробная, получается, там раздавали еду переселенцам. И там вылетели окна. Когда мы выскочили на улицу, мы, значит… А, забегает соседка и говорит, что там Настю, девочку нашу, 26 лет ей было, и ее дочку, 2,7, завалила плитами. А старшую дочку их вытащили из-под этих плит, 8 лет. И соседскую девочку 10 лет вытащили. И она говорит, я не знаю, где мой муж Максим. Какой-то мужчина к нам подошел и говорит, знаете, вот там чья-то нога и рука торчит. Посмотрите, мы, значит, бежим туда, смотрим кроссовок вот так вот, подошвой вверх торчит. И рука, я вижу, торчит, ну, какого-то мужчины, парня, не видно лица. Я понимаю, что это не его одежда, не того, не того, значит, это как бы не наши. Я говорю, Инна, может быть, вот это кроссовок твоего мужа, а она подошла, говорит, нет, нет, нет. И тут какой-то парень подходит и говорит, это мой отец. А кто-то с толпы ему говорит, ну, ну, если твой отец, надо же его вытащить. А он говорит, да это уже бесполезно, он уже мертвый, у него штырь в глазу торчит. Там не было стен, ничего, эти все стены лежали просто вот на полу, они образовали большой завал. Кто под этими плитами, было не понять, потому что просто большая гора вот этих плит. Но соседка мне говорит, давай пойдем мою маму с отчимом отведем и вернемся сюда. Мы, значит, отвели, возвращаемся, театр уже начинает гореть. А по дороге мы остановили военных, попросили помощи, там очень много раненых людей. Ну, кого-то они забрали, кого-то они не смогли забрать, потому что они, как бы, небольшая машина была. Потом там скорая остановилась. Когда мы уже подошли, работали уже полицейские. Мы говорим, что вот так и так на втором этаже остался ребенок 2,7. Тогда полицейский говорит, покажите мне где. Смотрим, что это помещение уже горит. То есть, как бы, туда уже ничего нельзя сделать. Забрались туда, а там под плитами тоже находится этот ребенок, эта мама, и достать нельзя. То есть, без крана там ничего нельзя было бы сделать. Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко. Здесь беженцы прятали в драмтеатре. Там осталось под завалами больше тысячи мертвых людей. Он, когда развалился, я же говорю, вот эти плиты, да, все вот выпали, вот этот самолет, он не прекращал, он летал, он летал, он кружил, он кружил. Его не видно было, он где-то высоко в облаках. Но я так этого боялась после того, как вот этот драмтеатр завалило. И где-то какой-то этот, и пытаешься раз, там, к дереву прислониться, а он все время вот это кружил. Он даже вот ни минуту не прекращал вот такое чувство, что, наверное, наслаждался или что. Ворог намагается вкрасти мой голос, чтобы никто не узнався про меня и моих людей. Чуешь стоген, чекрик вечею, а иногда дитячий смех. Это мои люди. Он пытается отрезать меня от мира. И то, да я знаю, свет молится за меня. Кроме гуманитарной катастрофы в Мариуполе была и остается информационная катастрофа. Самая настоящая, потому что люди не получают информации. Нет интернета, нет телевидения, нет ничего. То есть кто-то ловит радио, но у кого там дома остался радиоприемник, да, это, наверное, единицы каких-то людей. И люди постоянно не понимали, что происходит в Украине, что происходит в городе. Мои друзья, которые выехали из Мариуполя позже, чем я, рассказывали, что по городу ездят российские машины с громкоговорителями. Говорят, что Киев уже взяли, Украину уже всю захватили. Украина отказывается принимать беженцев из Мариуполя, потому что всех будем вывозить в Ростов. То есть вот такую дезинформацию специально опускали, для того, чтобы люди, лишенные другой информации, верили в это. Не было связи, были ужасные слухи. И тут вдруг кто-то обнаружил какие-то крики, там раздаются, крича, что возле 105-го дома ловит Киевстар. Я еще боюсь даже сыну звонить, потому что я не знаю, что он обо мне думал. Но представьте, со 2-го числа нет связи, знаешь, что происходит в Мариуполе. Подходим к этому 105-му дома на ступеньках, я набираю номер Тимофея, Тимофей мне отвечает. И я стою с ним, разговариваю, и в это время подходят мужики какие-то, говорят, ой, у вас есть связь, а с кем вы разговариваете? Говорят, это у меня сын, там, под Одессой, Валещевский. Они говорят, а спросите у него, Киев наш, Киев украинский. Я говорю, Тимофей, а я начинаю спрашиваю, Киев украинский, он говорит, да, Одесса, я говорю, Одесса тоже. Они говорят, а еще там что-то, а где вообще плохо? Тимофей говорит, хуже всего в Мариуполе, я говорю, хуже всего в Мариуполе, на Мариуполе держится. Они такие, ура, ну так руки сделали, такие радостные, и от меня пошли, говорят, спасибо, и идут. А там вот вдоль вот этого дома, длинный такой дом, и там люди как раз на вот этих вот всех кострах, они что-то, кто-то больше себя готовит, кто-то кашу какую-то, кто-то еще. Я им кричу, если это, я говорю, вы же это, людям расскажите. Потому что это первая, это была первая связь, это была первая информация, которую мы получили. Верхние этажи побило. Куда упало, не понятно. Киев Стар работал, по-моему, два часа в день. С 11, там, допустим, до часу, да, вот я не помню. Я не знаю, кто делал так, чтобы Киев Стар работал, но люди говорили о том, что офис Киев Стар, он был недалеко от нас, его разбомбили. Но люди рассказывали вот так вот шепотом, что какой-то человек из этого офиса включал генератор и заправлял его бензином, чтобы люди могли поговорить. Я не знаю, правда это или нет, но они говорили об этом. Но каким-то же образом Киев Стар работал с 11 часов, допустим, утра, я не помню уже точно время, потому что время там вообще значения не имело никакого. В волонтерском центре мы делали информационные листовки. То есть собирали информацию от городского совета, в волонтерском центре была спутниковая тарелка, то есть можно было новости взять с официальных украинских источников. И, в принципе, вот тот какой-то дайджест, который мы собирали, мы печатали на листовках и их потом вкладывали в пакеты с гуманитарной помощью, которые волонтеры развозили по самым большим бомбоубежищам, скоплениям людей. И, опять же, если там в каком-то бомбоубежище или подвале сидело 20-30 человек, конечно, им эта помощь и информация не доходила, потому что невозможно было помочь всем, потому что ресурс был очень ограничен. Полный масштаб трагедии мы сможем оценить только, когда победим, и когда войдем наконец-то в Мариуполь. И это осложняется еще тем, потому что сейчас поступают сведения о том, что завезли мобильные крематории в Мариуполь. То есть русские там массово спаливают, сжигают тела убитых ими мирных граждан. Море завжди пестало в мене, но ныне оно не лікует раны, бо стало еще солонейше и больше. Может, то от слез? Наступило 11 марта. В этот день мы лежали вместе с Витей. Сашка одетый на кровати, укутанный там в теплых вещах. Саша говорил о том, что он хочет поехать еще раз во Львов, покушать круассанов, там шоколада горячего. А Витя говорит, сынок, все обязательно будет. И как бы ни стреляли вот в этот момент, как-то с утра было тихо. Я говорю, давайте пойдем поедим. А мы с мамой пошли в зал, у нас балкон, и на балконе хранились продукты. И мы эти продукты немножко достали и закрыли балкон. И балкон закрывали потом ковром большим. И в этот момент прилетел первый снаряд. Это было где-то в начале второго. Я услышала такой... Просто не то, что... Сказать, что я увидела, как снаряд, я увидела, как летит на меня стена, пыль, бетон. Это все начинает сыпаться, засыпать просто все-все-все. То есть волосы, они мгновенно... Шапка у меня была, шапка, она слетела с меня, пробила голову здесь. Тут шрам остался, текла кровь. И шапка просто вылетела. Но смягчив этот удар все-таки. Волосы сразу превратились, они просто покрылись белой, белым бетоном таким. Мама тоже была в шапке, в теплой. И я думаю, эта шапка спасла ей жизнь, потому что ей сильно пробило голову. До сих пор шрама у нее. И вот это вот все рушится, балкон сразу обвалился. То есть если бы я стояла на балконе одной ногой, или двумя ногами, я была бы уже внизу моментально. Просто зияющая дыра вот такая. Все. Мы выходим, я кричу, мама, мы, я ее беру, она, конечно, в шоковом состоянии, я ее вытягиваю из зала в коридор. Пока я ее вытягиваю, кричу, Саша. Саша говорит, мама, я здесь. И в этот момент был уже в общем коридоре. Когда я был в общем коридоре, второй снаряд прилетел туда, где мы сидели с папой. То есть буквально 15 секунд отделяли меня от смерти. Я кричу, Саша. Саша говорит, мама, я здесь. Три раза подсказала. Я ему крикнула, что я тебе сказала? Беги вниз или как? Нет. Саша, ты где? Я говорю, Саша, я здесь. Потом ты еще раз спросила, еще раз стою, еще раз спросила, еще раз стою. А потом уже я думал, что мне надо делать. За мной бетон, за мной запах пороха и темнота. А передо мной открытая дверь и свет. И я пошел вниз. Я без тапок, без ничего, в носках, пошел по стеклу, по камням, спускался с девятого этажа вниз. А я в это время выводила маму в нашем коридоре. Споткнулась о свекра. Он просто упал, может быть, в коридоре. Плохо. Пыль не видно было плохо. Он поднялся. Я вывела свекра. Он 86 лет. Я совершенно не переживала по поводу Вити, потому что он должен был быть, в принципе. И в коридоре я понимаю, что возле лифта, точнее, что я его не вижу, не слышу совершенно. И я оборачиваюсь в сторону квартиры, коридора и кричу, Витя! И еще раз Витя! И просто гробовая тишина. Я захожу в коридор, и я его вижу в коридоре. Он лежит на пуфе, который мы дарили Сашке, по-моему, на Новый год. Оранжевый пуф в такой позе, немного неестественный. У него пробита сонная артерия. Мне друзья сказали, что Наташа, он умер сразу, быстро, он не мучался. Ну, как бы вот, успокаивает меня этим. После того, как я ушла 11 марта и туда не возвращалась. И 14 числа я пошла с мамой. Мы знали, что дверь заклинила, что там не откроем. Но мы надеялись на то, что мы откроем. У нас был топор, лом. Попросили ребят, чтобы они все это выламывали. Полчаса где-то мы пытались зайти в квартиру. Ничего не получилось. Окна все были уже выбиты в подъезде. Ох, это было около 6 вечера. Летали снаряды. Было очень громко, было очень страшно. Я боялась, что прилетит снаряд опять на 9 этаж или 8, или 7, и вдруг нет дом. Но я хотела зайти с ним, проститься. И он не пустил квартиру. Он так остался в коридоре. И 15 числа утром, когда я вышла во двор, ну так вышла, выглянула, нос один показала, потому что выйти невозможно было, стреляли очень сильно. Я увидела, что дом наш горит. И горит именно та сторона южная, которая была целая. И дом горел два дня, а может и больше. Просто на следующий день мы уже выехали. и сгорел дом вообще. И Витя погиб дважды. Один раз его убило осколками, снарядами, а второй раз он просто сгорел. И мне нечего хоронить. Просто он со мной всегда. И Мариуполь стал просто его вторым небесным домом. Как, в общем-то, для очень многих людей, которые там жили. Такого, как было в Мариуполе, не было ни в одном украинском городе. Мне кажется, никогда вообще на всю историю. О людям, которых похоронили в братских могилах действительно повезло, потому что они погребены, над ними стоит крестик, написано имя. И, возможно, человек, который это сделал, сохранил в памяти место, где он это сделал. У него есть возможность связаться с родственниками и рассказать о том, где хотя бы похоронен член их семьи. А тела людей могут просто лежать на улицах. И они могут там лежать с первых дней войны. И никто не знает, что эти люди погибли. Никто не скажет их родственникам. Никто их не похоронит. Возможно, многих еще даже не нашли. Потому что, когда разрушается дом, то из-за обстрелов, то я не уверена, что там разобраны все завалы. Ну, конечно же, там не разобраны завалы. И люди прямо сейчас продолжают умирать. Прямо сейчас их тела остаются на улице. Могилы под домом. Людям негде хоронить. И они хоронят прямо под домом. Это кладбище. Это кладбище в прямом смысле того слова. Вот не братская могила, а кладбище. Потому что, ну, по улицам, по дворам могилы. Везде могилы. Это тех, кому посчастливилось, повторюсь, кого похоронили. Люди лежат просто так. Мы же не знаем, сколько стариков умерло тихо дома. Мы знаем, что там с начала марта в день было по 5-6 случаев самоубийств людей. Люди выкидывались в окна. Потому что, ну, безысходность, безнадега, отсутствие лекарств, стресс, эстетерика, вот все это. Очень много стариков выкидывалось в окна. Вот это вот жутко. То есть старики, понимая, что они не смогут, там, у них нету еды, у них нету воды, они не могут выйти, вот, они выкидывались в окна. Это жутко. Вот то, что там показывают, там, буча, да, это страшные, там, картинки, все, я это все вижу, я понимаю, вот, я вижу эти трупы, все, но поверьте, это детский лепет. У нас пришел был как-то тип один, а ну, давайте, говорит, то добровольцы, пошлите собирать тела и будем их хоронить. Я на него вот так стою, смотрю, эти мужики все, которые там стоят, просто поотворачивались все. Я ему говорю, слушай, давай, говорю, подумаем пока о живых, мертвым мы уже не поможем, говорю. Ну вот, сейчас это, я говорю, подожди, еще по прогнозу погоды, нормально. Вот как только начнется оттепель, вот когда начнется разлагать, вот это все, это тогда будет, конечно, огромная проблема. И с этим тоже, кстати, Мариуполь встретится, с этой проблемой. Они называют это спецоперацией, но на самом деле, это даже не война. Я бы назвал это, с одной стороны, военным терроризмом, потому что война ведется по каким-то определенным правилам, в любом случае. Там этих правил нет. Там, видимо, поставлена задача, или просто они даже потеряли контроль над своими же военными, но уничтожается город и уничтожается мирное население. Субтитры создавал DimaTorzok Целенаправленно шел обстрел и уничтожение жилых кварталов, где мы жили. Авиаудары по жилым кварталам, по жилым домам, тот же драмтеатр, когда появилась информация о том, что там убежище, там прячутся люди, конечно же, был нанесен такой масштабный удар. Да, это целенаправленно уничтожение города и его жителей. Я тоже так считаю. Ну, я в этом не сомневаюсь, потому что мы это видели собственными глазами. Это геноцид 100%, потому что блокировать город и вообще не давать никакой возможности, что люди, мы находились без всего, ну, просто без всего. Конечно, это геноцид, да, мирного населения, мирного, которое, я сделаю акцент, русскоязычного населения Мариуполя. В какой-то момент просто зашли ДНР-овцы в наш двор на танках уже там, получается, не помню, какого числа, это было 16, кажется, марта, нам залетела светошумовая граната в подвал, получается, в первом подъезде. Мы там в районе третьего подъезда были. Ну, и мы испугались, сразу отбежали подальше, там, в угол подвала. Ну, и как бы ничего дальше не последовало, потом услышали танки, поехали по двору, ну, и сидели максимально долго в подвале, потом ближе там, после обеда уже люди начали выходить. Ну, и там ДНР-овцы, то есть были уже с белыми повязками. Конечно, поразило меня очень... Я когда вышел и стоял там военный ДНР, и у него люди, ну, разговаривают, и он спрашивает, один из первых вопросов, говорит, у вас тут, говорят, девочки молодые, незамужние, есть в подвале? Ну, я просто ужаснулся от этого. Ну, и интересовало. Они как бы были пьяные, это было... Нельзя не заметить. Позже в захваченных, уже оккупированных ДНР-овцами частях города люди просто заходили в бомбоубежище с автоматами и говорили, что мы вас эвакуируем. Ну, как бы, и, скажем так, это не эвакуация, это насильная депортация через фильтрационные лагеря, опять же, в 21 веке нас, украинцев, ну, как бы, это вообще нарушение всех международных норм, у меня приходит в память только вот такая вот фильтрация, которую проводила нацистская Германия во время Второй мировой и до нее, ну... Я потеряла мужа, я с ним не разговаривала очень долго, и 23 марта он мне сообщил о том, что его вывезли в Безыменное, с левого берега. Он был, он находился в левобережном роддоме, их оттуда всех взяли, вывезли в Безыменное. Они, кстати, забирали их и сказали, что мы сейчас будем делать зачистку, ну, и если, ну, я так понимаю, что если вы не уйдете, то вы умрете, ну, как зачистку будем делать? У всех, кто там остался, все живое, мы будем убивать. Поэтому грузитесь, пожалуйста, в автобус, и мы вас вывозим, мы вас спасаем. То, что он мне рассказывал, ну, как бы, он сказал, что сначала были палаточные городок, какой-то фильтрационный типа лагеря, которые, в которых у людей спрашивают, в общем, людей вызывали в полицию, с ними разговаривали, много все. На самом деле, людей организовано, потом оттуда садили в автобусы и везли куда-то. У людей ничего нет, люди не знают, как жить, то есть людям дают одеялко, людям дают, я не знаю, что там еще, может быть, одеялко, то есть у людей забрали все, у людей забрали дома, у людей забрали, у людей освободили от работы, от домов, от родственников, от города освободили, от всего освободили, но зато людям дают одеялко, чтобы они не замерзли. Ну, вот. Это единственное, что делает Россия для украинских. Я знаю, это пленные, наверное. Я считаю, что они взяли, берут мирных людей в плен. Я правильно понимаю? Потому что никто не хочет к ним. Русские утверждают, Украинская сторона не выпускает людей из города, и всячески вымешает это людям, что мы якобы вас там пропускаем, езжайте, а вот украинская сторона типа вас не принимает. Это, ну, вот это их такое оружие для того, чтобы деморализировать людей, запугать, для того, чтобы люди, не знаю, в Ростов выезжали. Хотя очевидно было, что украинская сторона ведет переговоры, и фуры вот эти с гуманитаркой из Запорожья все время выезжали, доезжали до российских блокпостов, их там разворачивали и обратно отправляли в Запорожье. Город был в блокаде русской армии, и эта русская армия не выпускала жителей Мариуполя из города, и не пропускала туда ни одну машину с гуманитарным грузом, ни один лейкопластырь, ни одна бутылочка йода не попала в Мариуполь из-за русской блокады. О том, что нам хотят помочь, и что к нам едет гуманитарная помощь, которую не пускают, и что нас хотят эвакуировать, мы не знали, нам неоткуда было узнать. Единственное, что мы узнали, это нам удалось там связаться, что была там связь в одном месте, что Мариуполь город-герой, вот это мы узнали. В ночь на 14 число прилетел снаряд в квартиру под нами, мы жили на втором этаже, а прилетел снаряд в квартиру под нами. И мы проснули, ну мы лежали, не спали, слышали, что все это продолжалось, и услышали, как родители мужа кричат, что начался пожар. Мы в эту ночь спали на полу, мы матрас поставили на окно, чтобы ничего, мы спали на куртках, это же еще было очень холодно. Это было минус 10, минус 13, минус 8, и вот она, мы слышали, что пожар, у нас была закрыта дверь, мы начали собираться, прятать всех животных, потому что они очень, ну тоже сложно, да, переносили это все. И когда мы открыли дверь из нашей комнаты, я никогда не знала, что такое пожар, я как бы особо не сталкивалась, но когда я открыла дверь, я ничего не вижу, и я не могу, ну, сделать вдох. Муж взял наших двоих детей и выбежал первый. Я там зашла, где-то оглотнула воздуха, задержала дыхание, закрыла глаза, и с собакой, и с переноской, с двумя котами, ну, побежала следом за ним. Потом вышла мама его, и папа уже в самом конце. И все это время продолжались обстрелы, то есть, ну, все это продолжалось. Мы забежали в соседний подъезд, у меня младший сын в всем этом, ну, не успел даже обуть второй кроссовок. И он, ну, выбегает в этом одном кроссовке, это, ну, минусовая эта температура, мы стоим в подъезде, у него такие большие зеленые глаза, я внули, ну, что тебе, ну, страшно, ты испугался, а он мне говорит, я хочу жить. Моему сыну 10 лет, я никогда не забуду его эти слова и его взгляд в этот момент. И мы спрятались за шахту лифта, ну, как бы, да, там, безопасней, и ждали, пока все это продолжает лететь и бесконечно взрываться во дворе. Мы просто стояли и, ну, мы не знали вообще, что сейчас будет, выживем, мы не выживем. И наступил какой-то момент затишье, а у родителей была машина, она, ну, очень пострадала, у нее было спущенное колесо, разбитое стекло, там, заднее, боковое стекло. Когда мы бежали к машине, мы пробегали мимо погибшего человека, который, ну, просто лежал возле подъезда, и дети, конечно, это видели, все. И когда мы ехали, это я увидела тогда уже, что, ну, все, нас забрали, ну, нашу жизнь, наш город, наш дом, потому что это было очень страшно, оборванные провода, разрушенные дома, то есть все, я даже, ну, не узнавала улицы, по которым мы едем, потому что их, ну, невозможно узнать, потому что оно все. Музыка Музыка Мои люди полишают меня, да я не ображаюсь. Я навіть радий, що вони не тут, а в безпеце. По різних містах та країнах вони розповідають про те, що сталося зі мною. Музыка Возле драматического театра, возле других больших шелтеров начали формироваться колонны с машинами, в которые сиделись люди и выезжали. И 15-го числа отправилась огромная колонна, самая первая, самая большая, там было множество гражданских, вот они как бы первые выехали. И при этом эти колонны, которые шли по зеленому коридору, согласованно, их постоянно обстреливали. 16-го числа, перед тем, как мы выезжали, колонну, шедшую впереди нас, обстреляли, там было пятеро раненых. Машину, в которой я ехала, обстреляли с блокпоста. У нас в машине ранили 11-летнюю девочку, русские. В каждой машине было столько людей, сколько туда могло поместиться. Мы взяли одну семью, высадили ее в Бердянске. И в Бердянске взяли вторую семью, которая стояла на трассе и голосовала. Там была бабушка, мама, две дочки, подростки. У них было два кота, хомячки в клетке и черепашка. Вот они вот этим всем скопом стояли. Я еще, когда их увидела, подумала, боже, ну какие люди замечательные. Забрали всех, даже хомячков, даже черепашку. Ну, явно это какие-то нормальные, адекватные люди. Ну, то есть они вещей там своих не взяли каких-то, да, но зато забрали всех своих домашних животных. Мы ехали в колонию по зеленому коридору. В колонию с мирными... То есть это гуманитарный коридор, это зеленый коридор. И на блокпосте возле поселка Токмак нашу машину обстреляли с автоматом человек, который стоял на блокпосте под флагом ДНР. Без вообще каких-то опознавательных знаков, просто белая полоска у него вот эта на руке, как у них там у всех. И когда у него спрашивало его руководство, зачем ты это сделал, он не смог это объяснить. Он сказал, что ему показалось, будто бы из машины в него кто-то стрелял. Кто стрелял? Хомячки и черепашки? Нас проверяли на десяти, там, или не знаю, скольки русских блокпостах, и было понятно, что у нас нет никакого оружия, уж тем более мы не будем стрелять в человека на блокпосте, который с автоматом стоит. Но он ранил в лицо 11-летнюю девочку. Она была в очень тяжелом состоянии. Нам удалось договориться, чтобы эти люди с блокпоста позволили ей выехать в Запорожье, в областное госпиталь. На выходе с блокпоста эти господа, так называемые военные ДНРовские с автоматами, раздавали людям воду и еду. Яблочки, доширак свой противный, водичку. То есть людям, у которых они до этого отобрали возможность самим нормально это приобрести, а потом типа благодетели людям это раздают. Естественно, на камеру для красивой картинки на российском телевидении. То есть вот пришли освободители-благодетели и помогают людям, у которых они только что разрушили дома, которые, собственно, убегают из города. Потому что эти нелюди, собственно, выгнали их из города своими обстрелами, разрушили дома, убили их близких и отобрали, в принципе, вообще какое-то будущее, которое каждый себе планировал. Страшно было, чтобы очень много машин тоже выезжали из дворов, подворотен там и всех этих, на всех машинах там дети, все. И почти в каждой машине ребенок был, явно. И я думаю, что все родители делали ровно то же самое, что и я. Я старался отвлечь сына максимально, чтобы он не смотрел в окна. Я говорил, глянь на солнце, мы давно не видели солнца. Глянь на вот эту вот машину, это как у дяди Саши, знаешь, такое что-то. Ну вот что-то вот такого рода, чтобы отвлечь его максимально. Потому что смотреть по сторонам было жутко даже мне. То есть мы едем, и тела мирных людей, детей, вот они. Ну прямо там, некоторых мы объезжали даже, чтобы не раздавить их. То есть уже на тот момент, на момент 15-го числа, трупы не убирали с улиц города, потому что некому это делать. Когда мы подъезжали к Мангушу, это недалеко от Мариуполя, ну нас ехала колонна машин, в общей сложности посчитали потом в этот день около 2,5 тысяч машин выехала из Мариуполя. Может быть еще и потому мы ехали долго так. Ну было очень много машин, и на трассе уже все стали в одну длинную-длинную такую эту, и все ехали таким макаром. А подъезжая к Мангушу, я увидел, что навстречу нам едут такие же машины с надписью «Дети». И я подумал, что, наверное, не пропускают, и люди возвращаются назад. У меня тут же все упало, потому что я уже не мог заставить себя ехать снова в этот ад. Не мог. Я остановил одну из машин, говорю, вы кто? А оказывается, это люди, которые за день до того вывезли свои семьи в Мангуш, в Мелекино, там еще что-то. И они возвращаются за другими людьми. То есть это люди, мега-люди. Я честно скажу, я бы не смог, но я бы не заставил себя ехать туда еще раз. Нас вывезли друзья. У нас не было заднего стекла на машине. У нас пробитые пулями передние стекла. Переднее стекло, точнее, лобовое. Крыша пробитая была. Когда мы прижали блокпосты чужие, нам говорили, у вас все хорошо. Вашими сторонами, да. Или закройте окна, ваши дети простудятся. Как наши дети жили в подвалах. И не простыли, я не знаю. Но сейчас там очень много наших друзей осталось. Есть мои друзья, которые погибли. Выбраться, по-моему, сейчас уже невозможно. Они не выпускают людей, да. Это такая боль и такая рана. Это вот как сердце вырвали, и все. И назад. И пустота. Внутри ничего нет. Вот так и здесь. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы все это, наверное, простили, отпустили, смирились, привыкли. Я не знаю. Не пройдет это ни у кого из тех, кто пережил вот этот ад. Это реальный ад. И люди сейчас это переживают. И я не знаю, кто ответит за это преступление. За эти смерти, за эти тысячи, тысячи людей, искалеченных судеб. Дай Бог, чтобы как бы виновные понесли наказание. Но мне кажется, что... Виновных там достаточно много. Это не один Путин, это не один Шейму. Причем не только судить тех, кто непосредственно там давал приказы, тем, кто нажимал на вот и скидывал бомбы, да, те, кто с ракеты пускал на город, а и тех, кто молчит сейчас в России. Тех, кто сидит сейчас и молчит, и помалкивает. Тех, кто врёт, нагло врёт о том, что происходит в нашем городе. Тех, кто поддерживает политику своего тирана. Они тоже виноваты. Так вот, я хочу, чтобы россияне осознали, что они совершили, и чтобы они ещё десятилетиями эту ошибку свою проживали. Учились на ней. И чтобы она у них закрепилась, не знаю, в генетическом коде. Потому что они совершили величайшее преступление. Всем народу. Всем народу. Я, Мариуполь, я хочу, чтобы свет почувствовал меня и голоса моих людей. Они благают пропорядок. Я, знаете, о чём подумал? Кстати, вот, что будет с остатками города, когда это всё закончится? Я думаю, что правильнее было бы, если так, то построить город, где-то, допустим, или отстраивать город новый где-то рядом, а это сделать Всемирным музеем всей той тяжести, я не знаю, войны, чтобы люди приезжали, смотрели, и никому никогда не хотелось воевать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok